О боже, Набла, как ты могла это сделать? Всем привет! Сегодня я для вас подготовила видеообзор на достаточно новую палетку от Набла, которая называется Poison Garden. И вы знаете, эта палетка вызвала у меня столько чувств одновременно, что этот обзор вряд ли получится таким, что «Ой, это такие классные тени, вот 100% покупайте!» Или другая сторона медали в стиле «О боже, Набла, как ты могла это сделать?» Вот реально, с такой палеткой очень важно понимать, какова была ее задумка и каково ее именно создали, для того, чтобы понять для себя, нравится вам это, привлекает ли вас это, или же наоборот нет. Помимо моей болтовни, конечно же, я подготовила еще несколько вариантов макияжа в макросъемке с этой палеткой, то есть все, о чем я буду говорить, очень хорошо будет подкрепляться как раз таким макияжем, и вы посмотрите, как эти тени ведут себя в действии. Ну и давайте, наверное, сразу приступать. Сейчас еще слегка потяну резину, давайте начнем просто с фактов. Палетка сама по себе очень красивая, мне кажется, дизайн у нее достаточно интересный. Набла до сих пор это Indie Brand. Много уже рассказала, но самое главное упустила. Давайте я вам покажу просто-напросто сначала оттенки. Сама палетка выглядит вот так вот. И вы знаете, когда я на нее вот так вот смотрела, просто на картинках, мне казалось, что она преимущественно теплая. И я подумала, о, это как раз моя тема, теплые оттенки, я их очень люблю. Но тут также я углядела несколько холодных тонов, и мне показалось, они так вот, как вкрапления здесь присутствуют. Но по факту холодных оттенков здесь даже больше, чем теплых. Ну или скорее так, грубо говоря, 50 на 50. Вот это именно та палетка, которую если ты берешь с собой в путешествие, то зеркало отдельно 100% брать не нужно, потому что оно действительно очень качественное. И вообще сборка палетки, ее общее качество очень даже на высоком уровне. Мне абсолютно здесь не к чему придраться. Ну а теперь самое главное. Самое важное, что вам нужно понимать об этой палетке, это то, что это не тени. То есть это не палетка теней. И вы нигде, ни на этой палетке, ни у них на сайте, не найдете именно такой формулировки, как Nabla Poison Garden – палетка теней. Потому что по факту, и с юридической точки зрения они также должны это указывать, это палетка прессованных пигментов. Чем отличаются прессованные пигменты и тени? Прессованные пигменты, и очень часто это, кстати, касается вот как раз-таки вот cruelty-free и веганских формул. Давайте, наверное, начну с конца, потому что иначе я не смогу это объяснить. Вообще, в принципе, когда создается формула теней, очень часто в этой формуле присутствуют ингредиенты, и чаще всего это как раз-таки пигменты животного происхождения. Самый наиболее распространенный – это кармин. Он используется как и в косметике, так и в художественной краске, так и в каких-то других красителях. В общем-то, это очень часто распространенный пигмент. Он красного цвета, и чаще всего он используется именно в таких розовых, бордовых, фиолетовых, вот какой-то такой вот гамме. Если бренд хочет создать именно cruelty-free и веганскую формулу, они не имеют права использовать, естественно, ничего животного происхождения. Поэтому им нужно вот эти вот красители или пигменты заменять какой-то синтетикой. В данном случае так и произошло, то есть во всех оттенках они использовали синтетические пигменты. Больше всего это затрагивает как раз-таки формулу матовых теней, потому что у них становится очень особая такая консистенция, которая одновременно имеет и плюсы, и минусы. Но в зависимости от того, что у вас перевесит чашу весов, тому вы, собственно, и отдадите предпочтение в плане того, хотите ли вы просто обычные тени или же вот прессованные пигменты. Опять-таки, с юридической стороны, эти пигменты запрещены для использования на глазах, то есть на веках. Если посмотреть палетку, тут мелким шрифтом написано, что такие-то, такие-то, такие-то оттенки нельзя использовать на зоне вокруг глаз. Почему они запрещены FDA? В первую очередь, потому что они могут въедаться в кожу и оставлять пятна, скажем так. То есть даже если вы смываете макияж, у вас все равно могут остаться там какие-то следы, будь то какой-то красный цвет или синий цвет или неважно. И когда какой-то пигмент окрашивает кожу, с точки зрения FDA это большое нет, это табу-запрет, то есть они не разрешают это. Но тем не менее, все, кто не знает, все этим пользуются и как бы воспринимают это просто как данность. Если у кого-то там что-то где-то въелось, ну как бы въелось и въелось. Единственная потенциальная опасность, которая может вас ожидать, это чувствительность глаз, то есть может появиться аллергия, и у некоторых людей действительно она проявляется, появляется сыпь красная такая неприятная, которую нужно лечить именно как аллергию. Это случается крайне редко, опять-таки это просто индивидуальная непереносимость, и она может случиться абсолютно на все, как на эти пигменты, так и на любую другую формулу. Рисованный пигмент и его достоинства, в первую очередь, так как это пигмент, естественно с пигментацией у вас проблем не будет абсолютно. Это максимально насыщенные тени, насыщенные оттенки, которые очень плотно ложатся. Еще один плюс пигментов заключается в том, что по сути они работают как художественные краски. Вот конкретно на этой палетке я могу привести замечательный пример. Если вы смешаете вместе вот этот вот красный и голубой, у вас получится фиолетовый оттенок. Если мы кладем тени один на другой, то они просто могут в лучшем случае растушеваться. И для того, чтобы создать красивый градиент, мы используем в одной и той же температуре несколько оттенков, которые вот создают этот, собственно, градиент. Например, от светло-коричневого до среднего, до более темного и тому же самого темного-коричневого. И создаем градиент. Здесь же у нас есть возможность прям вообще закреативить. В теории, если бы здесь прям весь цветовой круг был, то вариантов было бы бесконечное множество, что можно соединять и какие оттенки создавать. Это главные преимущества этой формулы. Теперь, что касается недостатков этой формулы, они намного более меловые. Представьте себе консистенцию муки или вот крахмала, чего-то такого, что когда вы начинаете это трогать между пальцами, начинает оно как будто даже слегка крошиться. Вот что-то подобное можно ждать от вот этой консистенции. И что касается растушевки, здесь вот как раз-таки главный подвох. Я бы эту палетку однозначно не советовала новичкам, потому что новичку с ней справиться будет достаточно сложно. Потому что весь принцип построения макияжа вот такой вот формулой заключается в том, что вы наслаиваете оттенки, то есть вы больше похлопываете кистью, нежели вы вот так вот машете ей и растушевываете. Потому что когда вы набираете на кисть и начинаете вот так вот растушевывать, пигмент очень бледно ложится. То есть его нужно очень-очень сильно наслаивать. Но в то же время, если вы кладете этот оттенок похлопывающими движениями, он дает максимальное затемнение, максимальную свою пигментацию он проявляет. Но в то же время растушевать его в идеальный градиент достаточно сложно. То есть нужно опять-таки не просто вот так положил, а потом растушевал. Так вы создадите скорее всего пятна. А положил и вот так вот такими же похлопывающими движениями и растянул. И тогда получаются наиболее красивые переходы вот конкретно с вот этой вот формулой прессованных пигментов. Что касается остальных оттенков, то тут достаточно много просто, ну вот как бы я бы их наверное назвала обычными металликами. Вот мы к ним уже привыкли, мы знаем как они себя ведут и в принципе вот от них никаких сюрпризов мы не ждем. Также в этой палетке есть два топера. Это оттенок Adoration и оттенок Subliminal. Эти оттенки по сути не имеют какой-то цветной базы. Первый оттенок Adoration, он ложится просто как мокрым эффектом или скорее эффектом таким как доохромным что ли. И он переливает таким лиловым, фиолетовым. И он как трансформер, то есть он задает какой-то совсем другой тон макияжу. То же самое и с оттенком Subliminal. Этот в принципе немножко более наслаиваемый. То есть сейчас вот он у меня на веки и он такой очень ярко-медно-медовый, наверное как-то так бы я его назвала. И его возможно вот так вот наслоить, наслоить, наслоить и получить что-то, что напоминает классические металлические тени. Что касается моего личного отношения к этой палетке, вы знаете, я здесь боюсь какие-то даже выводы делать. Потому что я когда рассказывала об этой палетке, к примеру, Оле и рассказывала о всех этих нюансах с формулой теней, она мне сказала, ну а вот ты действительно считаешь, что вот это вот нужно вот так вот ее оправдывать, потому что она стоит достаточно дорого. И я поняла, что возможно мои слова и могут восприниматься так, как будто я оправдываю. Вот я пытаюсь вам ее продать, вот пожалуйста ее купите. Она на самом деле хорошая, просто с ней надо танцы с бубнами потанцевать. Нет, на самом деле вам нужно воспринимать то, что я говорю совершенно по-другому. Вы должны понять, что это за продукт. Он не плохой, не хороший, он именно так задумывался. И если это то, что вам нравится, то, что вас впечатляет, то, что вы хотите, и то, что вы знаете, что вы будете использовать, тогда это 100% ваш продукт. Если же вы не хотите, вы боитесь, что у вас не получится, вы не привыкли к такой формуле, и в принципе вы хотите что-то более универсальное, тогда сразу проходите мимо. Но я хочу, чтобы это четко было понятно, нежели я просто буду сейчас тут вешать ярлыки и говорить, ой, это тени, которые на самом деле не тени, плохие по своей формуле. Так вот, что касается моих каких-то выводов, вот если вам интересно послушать, такое субъективное мнение, скажем так, объективное вы уже послушаете. Мне очень понравилась эта палетка, но для повседневных макияжей. То есть для того, чтобы сделать что-то очень темное, насыщенное, какие-то смоки, какие-то очень затемненные внешние уголки, какие-то сложные там растушевки. Вот для меня это не та палетка, которую я, скорее всего, возьму для того, чтобы вот это делать. Скорее всего, я возьму, например, тоже Dose of Colors, потому что там именно тени. Но, если вы хотите делать повседневный макияж и не темнее, чем то, что вы видите сейчас у меня на глазах, то это просто вот такая вот палетка, и вам она 100% понравится. Потому что вот такое вот затемнение, скажем так, средней, наверное, насыщенности, она создает очень легко, абсолютно беспроблемно. И здесь есть настолько выразительные оттенки, что действительно они этим выигрывают по сравнению с какими-то другими, которые я вот так вот аналогично бы использовала для повседневного макияжа. Что касается средних тонов, а это вот эти вот 4 оттенка, скажем так, они тоже потрясающие. С ними очень легко работать, но вот эти 3 оттенка, они все-таки самые сложные. И это как раз-таки единственные оттенки, которые мы и будем брать, если мы хотим именно сильно затемнить макияж. Что мне еще очень понравилось в этой палетке, так это то, что в ней есть полноценная растяжка, как матовых, так и других текстур в разной температуре. То есть как холодные, так и теплые. И прям вот достаточно оттенков для полноценного макияжа, как в холодной гамме, так и в теплой. Ну что ж, я очень надеюсь, что у меня получилось объяснить, что из себя представляет эта палетка. И сейчас я вам хочу показать несколько макияжей, чтобы вы на практике посмотрели, как она работает. Сейчас я хочу сделать такой дневной смоки, поэтому я начну с оттенка Нарритив. И вообще, в принципе, это тот оттенок, с которого будут начинаться практически все макияжи с этой палеткой. Следом пойдет оттенок Хани. Это, наверное, самый теплый оттенок коричневого в палетке. И этот оттенок действительно добавляет очень теплый подтон макияжу. Он становится прям таким оранжево-солнечным. И чтобы слегка затемнить внешний уголок, я буду использовать оттенок Адаже. Этот оттенок просто невероятно пигментированный, поэтому будьте с ним очень осторожны, потому что если вот наляпать сразу пятно, то потом очень трудно будет растушевать. Видите, насколько с маленькой зоны я начала, а потом только постепенно-постепенно начинаю растушевывать его выше. Растушевывается он неплохо, если вот именно вот так вот с ним и работать постепенно. Но пятна лучше с ним, конечно, не ставить. Теперь на все подвижное веко я буду наносить оттенок Фабрик. Этот оттенок я сейчас наношу влажным способом, но его также можно наносить и обычной сухой кистью. И это, наверное, один из моих любимых оттенков в палетке. Это не просто банальный оттенок шампанского, который уже надоел во всех палетках. Он очень интересный. В нем как и розовое золото есть, и какой-то тауповый подтон есть. И вот что-то вот такое намиксовано все вместе. Мне не очень нравится, что у меня вот здесь в переходе пропал мой теплый оттенок Honey, который мы использовали ранее. Поэтому я его сейчас восстановлю здесь при переходе. И также слегка снова затемню внешний уголок. На нижнем веке я сейчас повторю оттенки Narrative и Honey. И, может быть, еще совсем слегка затемню внешний уголок оттенком Adage. Ну что ж, по большому счету все. Мне осталось только накрасить ресницы. А этот макияж, на самом деле, я уже буду записывать во второй раз. Для начала я возьму оттенок Zen. И этот оттенок я буду наносить во внешний уголок глаза. А потом также добавлю его и во внутренний уголок. Потому что я сегодня хочу сделать Halo Eye. И вот с помощью вот этого синего матового оттенка, мне очень нравится, как он выглядит в Halo. Теперь я возьму оттенок Berry Bite. И вот так вот очень тоненько. То есть, вот посмотрите, на кисть я взяла совсем-совсем немного. И насколько я уже сейчас этот оттенок растянула. Теперь настало время оттенка Opera. К этому оттенку у меня прям глобальных каких-то претензий нет. Он плоской кистью наносится очень хорошо и достаточно плотно. И он не настолько легко смахивается при растушевке. Мне нравится эффект, который он создает. И я вполне могу с ним работать. Естественно, он тоже немножко более сложный, чем простые матовые тени. То есть, все равно это пигмент прессованный матовый. Но учитывая, как я в принципе не люблю розовую такую и бордовую гамму, меня этот оттенок удивил даже, я могу сказать, в лучшую сторону. То есть, он наносится и растушевывается гораздо лучше, чем я предполагала, что он будет это делать. И теперь настало время одного из самых красивых, но одновременно и самых сложных оттенков палетки, а именно оттенка Majorelle. Этот оттенок я буду наносить на центр века. И в прошлый раз я сделала очень фатальную ошибку. Я нанесла его на базу. К базе он очень сильно приклеивается. И потом эти границы просто вообще невозможно просто растушевать. То есть, настолько какие-то пятна получаются, что это абсолютно отвратительно выглядит. В этот раз я решила абсолютно без каких-либо баз его использовать. Просто вот так вот плоской кистью его наслаивать. И обратите внимание, сейчас я наслоила синий и бордовый оттенок. И у меня посерединке получился фиолетовый. Как видите, этот оттенок наносится немного пляши. И самая большая проблема наступает тогда, когда вы хотите растушевать границы. Потому что, как только вы касаетесь кистью к этому оттенку, он начинает осыпаться, пылить. И в нем начинают появляться проплешины. Поэтому я сейчас попытаюсь максимальные усилия приложить для того, чтобы сохранить этот эффект, но все-таки убрать вот эти жесткие переходы. В этом лучше всего помогают именно такие похлопывающие движения. Как только вы начнете тянуть, этот пигмент будет сразу у вас осыпаться. Поэтому чуть-чуть подтушевали. Там, где образовались какие-то дырочки, заново нанесли вот так вот пигмент. И потом все меньше и меньше область начинаете захватывать именно тушевкой. То есть тушевать я начинаю не отсюда, а вот буквально самую-самую границу. В принципе, вот так вот, смотря на себя в зеркало, я довольна результатом, который у меня получился. Но на камере вы, возможно, можете сейчас рассмотреть какие-то нюансы, где пигмент немного более плотный в одних местах и немного более полупрозрачный в других. И сейчас верхнее веко я хочу закончить черной стрелкой. Сейчас я ее нарисую, вернусь к вам, и мы с вами продолжим делать макияж на нижнем веке. А на нижнем веке я хочу повторить тушевку оттенками Zem и Opera. И, возможно, во внешний уголок совсем чуть-чуть еще нанесу оттенок Zodiac для того, чтобы сделать максимальное затемнение. Будьте готовы к тому, что все оттенки, которые я использовала в этом макияже, это все наиболее сложные оттенки в этой палетке в принципе. И вот помните, я говорила, что просто в зеркале я не вижу вот эти вот все проплешины. И сейчас я слегка приглушила освещение. И вот мне кажется, что это наиболее правдоподобно передает то, как я это вижу в зеркале. Нет нигде вот этой плешивости. И в целом в реальной жизни все это смотрится достаточно красиво. Но как только мы сюда подключаем профессиональное освещение, мы сразу видим какие-то проплешины. Из-за чего я, собственно, и сказала, что для фото и видеосъемки возможно использование пигментов в принципе. Это не самая лучшая идея. А еще сейчас я хочу вам показать макияж, который я, к сожалению, в подробностях не снимала. Но в нем те оттенки, которые я еще не использовала в этой палетке. Я хочу просто, чтобы вы посмотрели, как они смотрятся. Тушевку в основном я сделала оттенками Narrative и Zen. И на все века я нанесла оттенок Rosita. И потом между этим металликом и матовыми оттенками я нанесла оттенок Craving. Это фиолетовый металлический оттенок. Мне кажется, он там неплохо заиграл. И потом во внутренний уголок я захотела нанести оттенок Adoration. И мне кажется, что как раз вот эти два последних оттенка очень собрали этот макияж и сделали его более интересным, чем каким-то банальным повседневным. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Это можно сделать, нажав вот сюда вот. И также YouTube сейчас вам предлагает другие мои видео. Я, кстати, делала относительно недавно обзор на другую косметику Nabla. Если вам интересно, можете его посмотреть. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом выпуске через несколько дней.